Светлана Сурганова родилась 14 ноября 1968 года. В городе Санкт-Петербург, Россия после рождения Светы биологическая мать отказалась от дочери. Девочка до трех лет росла и воспитывалась в доме малютки, пока ее не удочерили. О настоящих родителях Сурганова ничего не знает. Приемной матерью Светы стала кандидат биологических наук Лея Давыдовна Сурганова, которая в детстве пережила ужасы блокады. Помогала воспитывать девочку бабушка Зоя Михайловна, по профессии врач-этизиатр. По словам певицы, она сильно отставала в развитии на момент удочерения, к тому же у ребенка обнаружились проблемы со здоровьем. Мама и бабушка вложили много сил, чтобы Светлана начала жить полноценной жизнью. Девочка заинтересовалась музыкой. Мама любила поэзию и постоянно начитывала литературные произведения вслух, тем самым сформировав у дочери интерес к творчеству. В школьные годы Светлана по рекомендации подруги матери, Людмилы Ефимовны, преподавательница фортепиано, поступила в музыкальную школу, где занималась вокалом и училась играть на скрипке. Девушка настолько полюбила музыкальный инструмент, что даже укладывала скрипку рядом с собой во время сна. С этого времени она уже начала сочинять свои первые композиции. Сурганова окончила общеобразовательную школу номер 163 и поступила в педиатрическую академию. Но в конечном итоге она поняла, что хочет связать жизнь не с медициной, а с музыкой, ведь писала песни с 14 лет. К музыкальным композициям этого периода относятся дождик, музыка, 22 часа разлуки, время. Первую музыкальную группу Камертон Света создала в ранней молодости, будучи ученицей девятого класса. Она просуществовала несколько месяцев. Вскоре девушка собрала второй музыкальный коллектив, который назвала Лига. Группа просуществовала немного дольше, первой участвовала в конкурсах и музыкальных фестивалях Санкт-Петербурга. Более серьезный период в творческой биографии певицы начался после знакомства с талантливым музыкантом и преподавателем Петром Малаховским. Тогда Света распустила Лигу, чтобы создать новую группу «Нечто иное». Ансамбль исполнял песни собственного сочинения, но иногда Светлана использовала стихи классических и современных поэтов. Коллектив давал сольные концерты, участвовал в фестивалях, сборных концертах и акциях. Студийных альбомов группа нечто иное не выпускала, а ее существование напоминают записи с концертов, которые были объединены в сборники «Фонари» и «Шагая по тротуарам». Популярность пришла к Светлане Сургановой в 1993 году, когда она и Диана Арбенина создали группу «Ночные снайперы». Поначалу певицы, чьи взгляды на музыку неожиданно совпали, появлялись на фестивалях, конкурсах и творческих вечерах как акустический дуэт. Название группы родилось, когда таксист, подвозивший девушек после концерта, спросил, глядя на кофры, не с охотой ли они. Первый альбом «Капли дегтя в бочке меда» вышел в 1998 году и положил начало долгим годам совместного поиска вдохновения, написания треков и выступлений. Песни рок-группы звучали на популярных российских радиостанциях, коллектив гастролировал по городам СНГ, ситуация изменилась после выхода альбома «Цунами». Обе исполнительницы позже признавались в интервью, что совместная работа давалась все тяжелее и тяжелее. 17 декабря 2002 года Сурганова покинула рок-группу «Ночные снайперы». Причиной этого решения стали творческие разногласия, возникшие внутри коллектива. После распада Диана Арбенина сохранила бренд и продолжила работать в классическом роковом стиле, а Светлана Сурганова создала свой коллектив, где могла экспериментировать с текстами и стилистикой произведений. Несколько месяцев Светлана вместе с гитаристом Валерием Тхаем выступала с акустическими концертами. Уже в апреле 2003 года сформировался состав коллектива Сурганова и «Оркестр», в котором певица стала лидером. Вскоре состоялся релиз первого альбома «Живой», куда вошли треки «Мураками», «Обещанный снег», «Ты мое дыхание». Со временем Сурганова попробовала силы в трип-хопе, классике, исполнении романсов, панк-роке. На концертах артистка не только пела, но и читала поэзию. Одним из первых ярких альбомов группы стала пластинка с названием «Возлюбленная Шопена», музыка которой оказалась пронизана классическими романсовыми интонациями. Далее последовал выпуск дисков корабли, «Круга светка», «Соль», «Увидимся скоро», «Игра в классики». В альбом «Соль», который поначалу хотели назвать «Когда смеются балкончики», вошел трек, записанный совместно с Елизаветой Костегиной, солисткой группы «Мона Лиза», наиболее популярными клипами Сургановой и оркестра стали видеоролики на треке «Белая песня», португальская «Я теряю тебя». В 2017 году группа Сурганова и оркестр выпустила ярко-слову «Жизнь», куда вошли шесть треков. Вдохновителем и автором песен стал бас-гитарист оркестра Денис Сусин. Сама Сурганова занялась переаранжировкой старых композиций. Новые певицы записывают, только когда чувствуют особую потребность. В том же году вышли концертный альбом «Парижская акустика» и диск «Песни военных лет». В 2018 году группа Сурганова и оркестра отметила юбилей 15 лет творческой деятельности. В рамках гастрольного тура коллектив посетил не только российские города, но и Канаду и США, а в 2019 певица отметила еще один юбилей собственное 50-летие. Незадолго до дня рождения Светлана Яковлевна появилась на квартирнике у Маргулиса, где сыграла избранные композиции и рассказала о предстоящем гастрольном туре. Долгожданный десятый альбом «Все будет» стал частью дилогии и вышел летом 2021-го. Вторая часть «Завтра не заставила себя ждать» премьера прошла осенью. Сурганова никогда не скрывала, что является бисексуалкой. Артистка часто выступает в защиту прав людей с нестандартной ориентацией. В 2014 году в СМИ появилась информация, что певица встречается с молодым человеком, которого зовут Никита Межевич. Он младше Светланы на 20 лет, но это не смущало влюбленных. Сурганова светилась от счастья, называла Никиту Аполлоном. Ходили даже слухи, что пара готовилась узаконить отношения. Но у Межевича состоялась свадьба с другой девушкой. Светлану разрыв с возлюбленным не сломил. Музыканты сохранили дружеские и творческие отношения. В возрасте 27 лет Сурганова начала чувствовать острые боли в животе. Страх услышать что-то нехорошее заставлял отсрочить визит к врачу. Через два года, когда самочувствие певицы резко ухудшилось, врачи обнаружили рак кишечника второй стадии. Исполнительница прошла через сложное лечение и серию операций. Болезнь проходила мучительно и приковала Сурганову к постели на долгое время. Светлана говорит, что тогда готовилась к смерти, помогали близкие. В 2005 году певицы сделали последнюю операцию, после которой ей стало лучше. Артистка поборола страшный недуг. Сегодня Светлана отлично выглядит, не пользуется косметикой, ведет здоровый образ жизни, занимается тибетской гимнастикой. Одно время Сурганова задумывалась об усыновлении ребенка, но поняла, что пока не готова брать на себя ответственность за чужую жизнь. Главным человеком в жизни Светланы остается мама, для которой певица выстроила загородный коттедж недалеко от Санкт-Петербурга. Со строительством дома певица помог близкий человек, имя которого она не разглашает. В семье Сургановой есть еще один любимый домочадец Кот Мишка, шотландский веслоухий Страйт. Его фото артистка часто демонстрируют на странице в Инстаграме, соцсеть запрещена в РФ, она принадлежит корпорации МЭТа, которая признана в РФ экстремистской. Сурганова стала гостей программы Андрея Малахова прямой эфир в 2019 году. Разговор с ведущим и зрителями коснулся ее личной жизни, что сделало его душевным и откровенным. Темой стало происхождение звезды и поиск ее биологических родственников. В эфире певицы рассказали, что ее мать звали Галиной Власовой. Однако ДНК-тест не подтвердил родства с предполагаемой сестрой.